коллеги добрый день так давайте проверим тогда качество звука и видео пожалуйста дайте нам обратную связь слышно нас видно так обратная связь есть отлично тогда я думаю что мы уже можем начинать наш вебинар отлично мы рады приветствовать вас на нашем очередном вебинаре который посвящен теме практический подход к построению взаимодействия с конечным потребителем через акселот мс ведущими сегодняшнего мероприятия буду я маргарита кузнецова менеджер в работе с клиентами и мой коллега владислав семенской консультант направления тмс коллеги добрый день для начала немного расскажу по таймингу где-то 10 минут у нас займет вводная часть где я расскажу о проблематике данной темы затем мой коллега владислав уже расскажет о функциональных возможностях системы и 30 минут мы оставим на то чтобы ответить на ваши вопросы поэтому если в ходе вебинара у вас будут какие то вопросы пожалуйста пишите их нам в чат в конце вебинара мы обязательно на них ответим сейчас хотела бы немножко рассказать о нас компания акселот является безусловным лидером в области автоматизации логистических бизнес-процессов и разработчиком программных решений для комплексной автоматизации логистики мы обладаем широкой отраслевой экспертизой огромным опытом автоматизации и реализовываем более ста проектов в год причем проекта мы реализовываем различных компаниях различных сфер деятельности и масштабов поэтому на каждом нашем вебинаре мы делимся практическим опытом и рассказываем об инструментах которые позволяют повысить эффективность и конкурентоспособность вашего бизнеса на сегодняшнем вебинаре мы уделим внимание нашей системе акселот мс x4 и ее функциональным возможностям которые она предоставляет при работе с конечным потребителем все мы с вами являемся потребителями и в сложившихся условиях пандемии все чаще и чаще стали заказывать доставку товаров причем раньше казалось стандартной практикой заказывать одежду бытовую технику сейчас мы все чаще заказываем доставку продуктов питания бытовой химии и даже лекарственных препаратов с точки зрения потребителя мы стали очень взыскательными и не готовы ждать свой товар целый день мы хотели бы сократить время ожидания и естественно получать товар вовремя и надлежащего качества если мы не будем получать соответствующий уровень сервиса мы просто напросто откажемся от услуг данного поставщика также нам хотелось бы знать что происходит с нашим товаром и получать информацию о его нахождении если товар нам пришел с браком или по какой-то причине просто не подошел нам нам бы хотелось иметь возможность оформить возврат данного товара также нам хотелось бы иметь возможность оплачивать товар любым удобным для нас способом и с каждым разом наши требования поставщикам становится все жестче но для того чтобы все наши потребности были удовлетворены поставщику необходимые имеет такой инструмент который бы позволил оказывать нам качественный и стабильный уровень сервиса и такие инструменты есть в нашей системе тмс от оксилот функциональность системы позволяет повысить функциональность тема позволяет охватить максимальное количество условий и учесть особенности каждой доставки система позволяет быстро и эффективно планировать рейсы учитывая различные типы ограничений это могут быть временные окна доставки совместимость товаров или ограничения по доступности транспорта и точек доставки при этом система дает возможность отслеживать нахождение транспорта при помощи мобильного клиента или спутникового мониторинга с использованием трекеров установленных на транспортных средствах в системе есть возможность работы с онлайн кассами что еще больше упрощает взаиморасчет между потребителями поставщиком также есть возможность работы с возвратами и вычерками причем при возврате товара происходит взаимодействие между двух систем тмс и вмс при этом тмс в свою очередь передает информацию на склад о товаре и его характеристиках что позволяет складу подготовить место и принять данный товар а товар который по каким-либо причинам не был принят его можно сфотографировать и в режиме реального времени эта информация уже будет передана в систему конечно же это при условии использования мобильного клиента таким образом наша система дает компании поставщику такой инструмент который повысит сервис и качество предоставляемых услуг и закрепит репутацию надежного поставщика коллеги по вводной части у меня все передаю слово владиславу он уже расскажет более подробно о функциональности функциональных возможностей системы и что позволит повысить качество и уровень сервиса на коллеги перейдем немножечко да там производственной части автоматизация бизнес-процессов и повышение эффективности необходимые условия для обеспечения техучих потребностей развития бизнеса для повышения его конкурентоспособности поэтому для руководства компании внедрение как бы современных технологий является одним из основополагающих принципов деятельности предприятия на этапе формирования потребности в перевозке крайне важным является сбор и последующий учет требования ограничений от клиента в системе уже предполагается использование следующих правил учета временных ограничений например например это да там расчет окна подачи тс на разгрузку в зависимости от категории тс ярким примером может послужить установленные интервалы подачи транспортных средств например на строительные рынки связи с невозможностью невозможностью подачи крупногабаритного транспорта в часы обслуживания клиентов и система при планировании подбирает подходящий слот в зависимости от выбранного транспорта также нередкими являются случаи когда при доставке в рц необходимо подавать машину строго согласованном времени при нарушении которого мы в последующем получим негатив от клиента если рассматривать потребность перевозки со стороны транспортных компаний то зачастую перевозчики оказывают не просто услуги перевозки или доставки а целый комплекс услуг которые в целом позволяют повысить привлекательность перевозчика для клиентов конечно услуги в точке могут быть не только со стороны транспортных компаний но и производственных и дистрибьюторских компаний комплекс услуг которых возможно включать например подъем груза на этажи растентовку и поштучную отгрузку также в качестве дополнительного сервиса яркими примерами могут быть это смс-оповещение о статусе заказа местоположение груза доступ в личный кабинет для контроля статуса заказа доставка документов по адресу по адресу отличному от адреса получения и так далее также не следует забывать и о предоставлении дополнительной информации водителю например при курьерской доставке важно понимать какому подъезду квартире нужно доставить товар с кем можно связаться в случае если клиента нет на месте и так далее по эффектам которыми которых мы достигаем и здесь можно выделить это учет всех потребностей клиенту повышение качества сервиса давление клиента на каждой стадии обработки заявки повышение надежности как поставщика доставка пройдет точно в срок там звук у кого-то нет коллеги нас слышно давайте продолжим давайте продолжим так же в системе настраиваются гибкие настройки взаиморасчетов заказчиками да там схема оплаты услуг контроля дебет задолженности автоматический расчет по индивидуальному тарифам интеграция с личным кабинетом клиента да там системное введение взаиморасчетов с клиентами подрядчиками сокращение удельной стоимости перевозки единицы груза так любая дополнительная услуга входящая в комплекс услуг может оказаться за счет заказчика или за счет прибыли предприятий система позволяет учитывать и анализировать доходы предприятия благодаря возможности распределения расходов за выполненные перевозки система позволяет принимать оптимальные финансовые решения в части формирования стоимости доставки определение рентабельности доставки в зону тмс автоматизирует процесс составления маршрутов движения транспортных средств на основании заявок поступающих из информационных систем например таких как ERP UT и так далее при планировании рейсов система учитывает более 50 ограничений например временные окна доставки работа склада совместимость заказов ТС ограничения по транспортным средствам и точкам доставки учет пропусков на въезд зоны подача ТС в точку рассчитывается с учетом обстановки на дорогах для учета постоянных маршрутов система формирует рейсы по установленным в компании расписанию автоматически таким рейсом можно отнести не меняющиеся маршруты по заранее определенным зонам доставки с использованием определенных типов транспортных средств что в свою очередь позволяет полностью автоматизировать процесс и дать сотрудникам другие задачи за счет высвобождения их времени например сконцентрироваться на контроле исполнения рейсов и мониторинге транспорта при доставке на большие расстояния обязательным условием является соблюдение режима труда и отдыха сотрудника в системе реализован гибкий механизм который позволяет настраивать общее время работы в рамках дня и недели перерывы для отдыха и питания специальные перерывы в совокупности мы получаем спланированные рейсы с учетом всех ограничений учитывающих как потребности клиентов так и особенности перевозки такой подход позволяет нам достигать следующих эффектов таких как снижение количества транспортных средств сокращение суммарного километража минимизация времени на планирование минимизация влияния человеческого фактора сокращение трудозатрат логистов и так далее в системе также настраивается механизм по подбору перевозчиков и проведению тендеров так когда там зачастую нам не хватает собственных ресурсов и нам понадобится этот механизм для назначения машин на рейсы система позволяет как направить заявку на транспортные средства конкретному перевозчику так и нескольким для проведения тендера с последующим выбором победителя все перевозчики получают уведомления о полученной заявке например на почту там со ссылкой на авторизацию через браузер в ТМС где в личном кабинете видят все заявки на транспортные средства участвуют в тендере выдвигают свое предложение заявителю и получают информацию в онлайн режиме о принятых решениях по их предложению помимо задач планирования и назначения транспортных средств на рейсы ТМС покрывает задачи мониторинга выполнения графика движения транспортных средств а также механизмы контроля и оповещения диспетчера об отклонениях от маршрута следования о превышении скорости режима транспортных средств о непредвиденных задержках в точке маршрута и тому подобного для оперативного реагирования и обработки различных ситуаций в системе используется механизм по сбору данных об инцидентах в онлайн режиме механизм позволяет отреагировать на все события которые происходят с транспортным средством например, датам отклонения от плановых показателей маршрута оперативно связаться с водителем для уточнения причин после чего отразить полученную информацию в системе и обработать инцидент после этого в ТМС системе можно получить детальные отчеты как о проделанной работе диспетчерами так и нагрузки на объекты, например, на склады в качестве механизмов исполнения рейсов ТМС используется консолидация информации, поступающей от телеметрических систем и применение ее для отражения факта прохождения маршрута также система не исключает и ручные корректировки маршрутов и их исполнения но основным механизмом для отражения факта прохождения маршрута используется мобильное приложение для водителей которое позволяет отправлять данные о текущем местоположении отображать маршруты по рейсу показывать детальную информацию по маршруту сейчас мы перейдем в мобильное приложение и посмотрим на примере секундочку коллеги у меня приложения отдельного здесь нет в мобильное приложение 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 да, там может посмотреть список рейсов на следующий день то есть в мобильном приложении он видит как текущие рейсы которые ему назначены так и уже выполнены рейсы до этого Дальше. В мобильном клиенте водители отмечают информацию о фактическом прибытии, начале работ в точку, переходят к выполнению погруза разгрузочных работ, отмечают факт погрузки. Также это можно сделать на уровне товарного состава, то есть водитель может посмотреть, что именно он перевозит, в каком количестве. Если случаются какие-то проблемы на погрузке, также водитель может это отметить и указать. На погрузке водителя, соответственно, система позволяет сканировать штрих-кода коробов, чтобы оперативно отчитываться, пропикать по коробкам, которые нужно погрузить, и чтобы он не ошибся. После чего водитель отмечает факт убытия с точки склада и идет к следующей точке по маршруту. Система позволяет построить маршрут до точки, переходя к навигатору с текущей обстановкой на дорогах. Например, Яндекс.Навигатор, встроенный в телефон, также отмечает фактическое время прибытия к клиенту, потом отмечает фактическое время начала выполнения работ. То есть у нас может пройти некое время между прибытием и началом работ, что в последующем при анализе мы всегда будем знать, получать фактические данные о том, сколько прошло времени между прибытием водителя на точку и его началом работ для последующих разбирательств, почему уже водитель ожидал и терял драгоценное время. При выполнении разгрузочных работ водитель может посмотреть информацию о клиенте, к которому приехал, получить дополнительную информацию, например, номер телефона, подъезд, код домофона, этаж, на который нужно подняться. То есть полную информацию по клиенту. Также водитель может связаться из приложения с клиентом. То есть, допустим, он приехал, клиента нет на месте, ему непонятно, что делать. Можно позвонить, соответственно, клиенту и уточнить информацию о том, через сколько там, допустим, он будет и тому подобное. Также при выполнении, когда водитель отчитывается о товарном составе, система позволяет сканировать на уровне именно номенклатурных позиций. То есть, когда мы, к примеру, коробочку открыли, отчитались за каждую номенклатурную позицию, указали количество, которое мы разгрузили. Если у водителя возникают какие-то проблемы, он отмечает это в мобильном клиенте, допустим, клиент отказался от груза, указывает количество, от которого отказался. Допустим, да, там от одной штучки у нас клиент отказался, остальное он все у нас забрал. После чего мы также отмечаем факт убытия. Во время исполнения рейса водитель может изменить порядок точек. То есть, да, допустим, нам позвонил клиент, говорит о том, что нужно, да, там перенести время на вечер. Соответственно, нам нужно будет выполнить другие точки пока и попозже, да, вернуться уже к клиенту, которому мы должны были прибыть раньше. При выполнении разгрузочных работ, да, допустим, если мы отказываемся от какого-то груза, то система в автоматическом режиме пересчитывает стоимость груза и при оплате выводит уже фактическую данную, фактические данные по сумме, которую необходимо оплатить клиенту. Выбирается наличными оплатой или картой. В системе настроена интеграция с эквариинговыми терминалами, например, это iBox LivePay или Vator. Это как раз-таки нам исключает человеческий фактор, когда, да, там водитель стоит, ручками набивает стоимость, сколько же нужно, да, там клиенту заплатить. Вот, система в автоматическом режиме все пересчитает, выведет на экран и при оплате карты передаст информацию на терминал, после чего клиенту останется только приложить карту, и система в автоматическом режиме получит информацию о том, что клиент оплатил, и закроется задача. И подводя итог по мобильному клиенту, здесь можно выделить то, что, как бы, мобильный клиент позволяет собрать максимально детальную фактическую информацию по рейсу, и в последующем мы можем, да, там в системе проанализировать всю эту информацию. Например, да, там также, если какая-то порча груза происходит, водитель может сделать фотографию этого груза, приложить ее к указанной точке, что в этой точке у этого клиента при сдаче груза, когда он отказался, товар был испорчен. Привожить это к рейсу, и в последующем мы в системе это сможем проанализировать, увидеть, на каких маршрутах, где есть какие-то проблематики, проблематика и так далее. По завершению рейса система контролирует возвращаемые документы. Также, да, там возврат документов, может быть, да, там на основании скан-копии можно формировать счет клиента также. Продолжение следует... Температурного режима, так как мобильный клиент передает детализированную информацию по маршруту, отправляет координаты в систему, система это все фиксирует. Учитывается, да, там пройденный километраж, и в последующем предоставляется планфактный анализ рейсов. То есть анализируя всю информацию по рейсам, собранную, да, там фактическую информацию по рейсам, мы можем принимать руководящее решение, которое позволит нам улучшить взаимодействие с конечным потребителем. Теперь перейдем к примерам. Передаю слово. Коллеги, хотелось бы сейчас уже на примерах наших реализованных проектов рассказать, какие выгоды получили конечные потребители при использовании нашего программного решения. Первая компания, про которую я хотела бы рассказать, это компания Alant, это сеть розничных интернет-магазинов, принадлежности для детей и товаров для периода материнства. В рамках проекта мы автоматизировали транспортную логистику, доставку осуществляют как собственными транспортными средствами, а их 250 машин, но и также привлекают наемные транспортные средства. Основная цель проекта – это оптимальное планирование маршрутов в связи с увеличением роста интернет-заказов. Заказчику потребовался такой инструмент, который позволил бы более оптимально и эффективно строить маршруты, а также инструмент, который бы мог повысить качество и уровень сервиса. Так как доставка осуществлялась по Москве и Московской области, очень важно было учитывать доступность транспорта в различные кольца и также учитывать статистику по пробкам. В результате проекта с помощью нашей системы были оптимизированы маршруты доставки. С использованием мобильного клиента и данных спутникового мониторинга появилась возможность в режиме реального времени получать информацию о нахождении водителя и оперативно реагировать на отклонения, если такие были. Также настроено эффективное построение процесса передачи чеков конечному покупателю и работа с возвратами. Раньше приходилось заранее печатать чеки и в случае, если товар принимался не полностью или в принципе не принимался, то этот чек приходилось переделывать, а это возврат водителя на склад и доставка нового чека. Это лишняя трата времени и, конечно, дополнительный пробег транспорта. Сейчас появилась такая возможность печатать чеки на месте и оплачивать товар на месте. В случае с возвратами ТМС уже непосредственно передает информацию на склад и склад, имея информацию о товаре и его количеству, уже готов принять его. Еще хотела сказать про компанию БЕРК. Занимаются они поставкой запчастей, смазочных и расходных материалов для разных видов автомобилей по всей стране. В сутки компания обрабатывает более 2,5 тысяч заявок на перевозку. Доставка также осуществляется по Москве, Московской области и ближайшие регионы, поэтому здесь также было важно учитывать статистику по пробкам и доступность транспортных средств в различные кольца. В рамках проекта нам необходимо было автоматизировать процесс выполнения рейсов, а также дать возможность контролировать факт передачи товара клиенту и реализовать возможность работы с онлайн-кассами. После внедрения нашей системы был улучшен функционал планирования рейсов, формирование заявок было в автоматическом режиме, но при этом мы оставили возможность и ручного формирования заявок, если это потребуется заказчику. Заказчик сейчас использует наше мобильное приложение для контроля водителей. Также в рамках проекта мы реализовали интеграцию с онлайн-кассами iBox, что еще больше улучшило процесс взаиморасчетов с конечным потребителем. По итогу данного проекта можно сделать вывод, что уровень сервиса значительно вырос. Еще одна компания, о которой я хотела бы вам рассказать, это Агропромкомплектация. Это одно из ведущих в Российской Федерации агропромышленных объединений, которые специализируются на свиноводстве, молочном животноводстве, а также переработке продукции и ее реализации потребителям. Осуществляют они доставку именно готовой продукции с использованием как собственных, так и наемных транспортных средств. Перед нами стояли задачи оптимизации маршрутов и необходимость получения информации о времени нахождения в торговых точках. Ранее заказчик не знал, сколько времени находится водитель в каждой точке, и поэтому это не учитывалось при планировании. И, к примеру, вместо 10 точек, как планировалось изначально, развозили там только 8. Сейчас учитывается время разгрузки на точках, что позволяет оптимально планировать маршруты с учетом разгрузки товаров в каждой точке. Потому что у заказчика есть, у каждого заказчика есть свои требования и уже накопленная статистика. Также было необходимо полностью уйти от ручного труда логиста и обеспечить полный контроль над деятельностью водителей. В ходе реализации проекта все задачи, стоящие перед нами, были выполнены. Автоматизация позволила сократить трудозатраты логистов на 40% и система позволила учитывать совместимость различных товаров в одной машине. Также была реализована синхронизация с термохронами. Датчики передавали информацию о температурном режиме в автомобиле. Так как в основном возили, возимая продукция была охлажденная или замороженная, именно поэтому было важно учитывать температурный режим. Ну и поддерживать, естественно, необходимую температуру. Этот контроль дает возможность заказчику доставлять товар надлежащим образом, и чтобы конечный потребитель был доволен. Коллеги, в завершение нашего вебинара хотелось бы отметить, что система Axelot TMSX4 позволяет решить все задачи транспортной логистики. И, конечно, дает такой инструмент поставщику, который бы позволил повысить качество и уровень сервиса. Спасибо вам большое за внимание. Сейчас мы готовы перейти к части с вопросами и обязательно на них ответить. Если вдруг какие-то вопросы еще будут после вебинара, вы можете связаться с нами по тем каналам связи, которые указаны на данном слайде. Наши менеджеры обязательно вас проконсультируют и все расскажут.